друзья если приветствую всех с наступившим двадцать четвертым годом меня зовут сергей габченко основатель проекта школы маляров и сегодня мы продолжим я думаю закончим тему с системой малярных работ с матрицей качества которую мы начали в прошлом видео выпустив прошлое видео я получил огромное количество комментариев еще больше я получил скажем так реакций в различных малярных чатах в личной переписке очень много обратной связи было и эта связь была разная то есть обратную связь мне давали разные люди давали разные мнения эмоции и так далее и сегодня я бы хотел сейчас обозначить четыре основные темы на которые можно было разбить все комментарии и собственно говоря попробовать на них ответить для того чтобы мы глубже и более детально могли осветить вообще вот эту тему до система качества поверхности первая группа комментариев если условно его так вот собрать по смыслу можно обозначить ее таким образом мне это все не нужно у меня и так все хорошо второе это все слишком сложно заказчик не будет в это вникать 3 за это никто не готов платить имеется ввиду качество и четвертая группа комментариев это не нужно никого ничему учить не нужно никому ничего объяснять каждый должен этой теме разобраться сам ну и собственно говоря пройти свой путь это четыре основные темы которые можно было прочитать под предыдущим видео если взять все комментарии разделить их на группы и сегодня я бы хотел раскрыть эту тему глубже и рассказать как пользоваться этой системой как мы к этому пришли и как мы сами пользуемся этой системой качество поверхности коллеги прежде чем мы перейдем к основной теме я бы хотел много рассказать о новой локации где мы сейчас находимся это центр компетенций стена как система которая создана усилиями нескольких компаний включая школу маляров и это скажем так наглядная история про то из чего состоит качество поверхности посмотрите вот этот зал это по сути шоу-рум где у нас есть поверхности в разном качестве как под декор так и под краску и здесь у нас созданы условия разные да для того чтобы под разный свет посмотреть разное качество поверхности и грубо говоря понять как меняется стена в зависимости от еще на том что сейчас продемонстрирую просто на одной поверхности и вы поняте о чем речь Итак, как видите, у нас здесь есть треки. Они у нас установлены сбоку, сверху. У нас есть бра, которые позволяют нам имитировать разный свет. Вот боковая засветка, которую многие дизайнеры любят использовать в своих интерьерах. И здесь у нас изображена поверхность, скажем так, промежутельно между К2 и К3. Кстати, здесь у нас стенд с механизацией. Мы его называем экспресс-финиш. Здесь в течение дня с поверхностью заармированной ленты вот эта вся поверхность была создана. Ну и, собственно говоря, дальше ошкурена и покрашена. Вот в таком качестве. Дальше смотрим на эту стену, меняем свет. Обратите внимание, наверху тот же самый источник света, что и сбоку. 25 сантиметров отнесли, дали другой угол освещения. И поверхность выглядит совершенно по-другому, более благородно. Другой источник света. Бра. Которая просвечивает поверхность. То есть здесь можно наглядно увидеть, что качество поверхности меняется в зависимости от освещения. И работая здесь дизайнер, предложив здесь, допустим, свои проекты, визуализации, пригласив сюда прораба, заказчика, может наглядно увидеть, какая поверхность может быть, под какой свет будут видны те или иные дефекты или не будут видны. И в том числе видна трудоемкость, послойная, сколько нужно усилий для того, чтобы создать ту или иную поверхность. То есть мы здесь постарались создать максимально наглядно, максимально подробно то, из чего состоит вот эта вот работа по подготовке стен и какие могут быть варианты финиша как по покраске, так и по декору. Далее, в этом же самом помещении, помимо того, что здесь можно вот это все посмотреть, расположиться удобно, поговорить, обсудить те или иные проекты, здесь есть вот такое помещение, где можно проводить различные встречи. Там у нас выставка панелей, смонтировали мы орок декор в разных вариациях, панели, молдинги и так далее, в разных, скажем так, сочетаниях, покрашенные, смонтированные, все это видно наглядно. Здесь же, как видите, плазма, столы, которые выкатываются, стулья, которые можно здесь расставить и проводить мероприятия. Здесь в основном территория для того, чтобы проводить мероприятия для дизайнеров, какие-то чистые мероприятия, скажем так, обзорные и так далее. Ну и здесь есть зона, где можно делать какие-то небольшие выкраски, планшеты и так далее, и так далее, и так далее. Все это, как вы видите, с большим количеством света, классного света, который позволяет все это дело подсвечивать под разными углами, создавать разные вообще абсолютно какие-то виды. То же самое восприятие лепнины очень сильно меняется, допустим, в зависимости от типа освещения и так далее. Ну и здесь, собственно говоря, находится то место, где мы сейчас снимаем наше видео, где, собственно говоря, сейчас мы продолжим разговор и расскажем о системе малярных работ и то, как мы этим пользуемся системой качества поверхности. Итак, возвращаясь к теме матрицы качества поверхности, давайте попробуем взглянуть на эту историю таким образом. Когда я начинал свой путь ремесленный, я был декоратором, то есть я был человеком, который носил декоративные покрытия разных производителей, разные вообще абсолютные эффекты и так далее. С чем я сталкивался? Я сталкивался с тем, что, приходя на объект, я видел разные качества, и это разные качества люди называли хорошей маляркой. То есть в одном случае мне выдавали действительно классное качество, действительно классное, подходящее, важный момент, акцент, подходящее под тот тип декоративного покрытия, которое я буду наносить. В другом же случае мне под тем же названием, условно говоря, подготовка под окраску, выдавали совершенно другое качество и убеждали, что лучше сделать физически невозможно, дословно этот стат. Это был 2007-2008 год, мы активно, как бы, да, все эти истории, когда я, в принципе, понял, что нужно что-то в этом деле, как бы, менять. Поскольку в то время учиться было не у кого, да, я, по сути, видел это все своими глазами, видел в основном негативные какие-то, да, истории про подготовку, я начал сам разбираться в теме подготовки. Поскольку я понимал, какая поверхность мне нужна, как исполнителю финишных работ, я начал какие-то вещи делать сам, используя декоративный опыт, используя какие-то там разные материалы, экспериментируя и прочее. И, в принципе, достаточно быстро разобрался с минимальным набором, как бы, операций, которые мне нужны были для того, чтобы, как я это назвал, подтянуть стены. Что я увидел в тот момент на рынке? На рынке был просто, просто вот, ну, хаос, и каждый понимал малярку, как хочет, как знает, как умеет и прочее. Сразу могу сказать, что за практически 15 лет, с того момента, ничего не поменялось. Я по-прежнему езжу по этим объектам, по-прежнему вижу такое же качество, по-прежнему вижу, скажем так, непонимание людей, чем они занимаются. То есть для них малярные работы – это 2 слоя ЛР-ки с сеточкой, это сверху стеклохолст, 2 слоя финиша навалили, вышкурили, все. То есть это как бы малярка, все, что еще делать, там стены белые, белые, все классно. Люди не понимают, под какую задачу они готовят стены. Так вот, пройдя через все это, пройдя через работу в компаниях, КНАУ, СИМИН, выполняя работы самостоятельно, в данный момент, ведя 3 направления, то есть у нас есть школа маляровка, кучебный проект, у нас есть студия, где мы реализуем материалы, инструменты, проводим какие-то там презентации материалов, у нас есть отдельное направление, которое занимается объектами. Мы пришли к следующему, мы пришли к тому, что вы видели в предыдущем видео. И теперь смотрите, вот эта матрица качества, давайте просто я одену роль руководителя компании, которая занимается отделкой. Что мне дает эта матрица качества? Первое, вот буквально вчера, сегодня я смотрел, скажем так, резюме людей, которые хотят попасть к нам в компанию, в команду для того, чтобы работать с нами на объектах. Я смотрю и вижу, что человек что-то там делает. Описание его функционала выглядит следующим образом. Делаю вот это, делаю там условно говоря вот так, все, как бы, да, опыт большой, оборудование есть, работаю хорошо. Благодаря вот этой матрице качества я им просто начинаю задавать вопросы. Под такой светильник сделать сможешь? Он говорит, да. Под такой светильник, без светильней можешь сделать? Он говорит, нет. И начинают мне объяснять, что это не нужно и так далее, и так далее, и так далее. Меня как руководителя это не интересует, мне нужно просто понять его функционал. Я говорю, хорошо, давай по поверхности пройдемся. По поверхности вот это, вот это, вот это, вот это можешь? Да, каким образом добиваешься? Вот это. И я тут же понимаю, что человек может, что человек не может, в какие объекты я могу его, да, скажем так, поставить, какие объекты нет. Ну и, соответственно, из набора тех операций, которые он говорит, я понимаю, сколько времени он будет делать, какая будет примерно там у него история по времени и прочее. Сразу могу сказать, что у нас, допустим, ну, если мы берем нашу компанию, да, то у нас нет такого, что люди работают, каждый свой материал. У нас система унифицирована, у нас стандарты везде одни и люди взаимозаменяемые. Просто на секундочку, да, для понимания, как бы как вообще у нас мы подходим к процессу. То есть, как руководителю мне эта система позволяет, первое, понимать, собственно говоря, а вообще на что способен человек. Второе. Мне, как руководителю, эта система, а у меня помимо этой системы есть еще под каждую, как бы, уровень качества, есть набор операций, которые нужно сделать, чтобы получить, то есть у меня есть четкая техкарта, которая позволяет получить качество, любое из вот этих вот 16, 16, которые мы обозначили в прошлом видео. То есть я понимаю, какие операции мне нужно сделать. Я, как руководитель компании, могу благодаря этой матрице согласовать качество с заказчиком. Вот я состою во многих чатах, да, в том числе малярных, в чатах тех, кто руководит проектами, кто ведет объекты, как руководитель компании и так далее. И очень часто я вижу такую историю, что время пришло сдавать малярку, и человек, который является прорабом или руководителем компании, он говорит, у меня заказчик стены не принимает. Почему? Потому что изначально не было четкого согласования, какие должны быть стены и критерии оценки. Если бы я в тот момент согласовал по вот этой матрице качества, вопросов бы не было. Вот наш подход, он такой, то есть мы согласовываем проекты по вот этой матрице качества. Очень удобно. Дальше. Я, как руководитель, могу после того, как я прочитал все операции, я понимаю сроки. Я заказчику формулирую не только вопрос в деньгах, но и в сроках. Чувствуете, да, как можно пользоваться этой матрицей, и как я ее, допустим, пользуюсь в процессе работы руководителя. Если я мастер, вот сейчас я мастер, конечно, я могу привести заказчика на свой объект текущий, показать ему что-то и прочее. Ну, честно говоря, может быть, это и удобно. Может быть, у кого-то действительно такой стиль выполнения работ. Но, с чем я сталкиваюсь? Во-первых, допустим, в разных городах разная логистика, и не всегда удобно притащить, допустим, клиента с одного конца города на другой конец города. Не всегда заказчик, который вам дал этот объект, не всегда он согласен с такой постановкой вопроса, и типа, да, конечно, приезжай, показывай, кому хочешь, и так далее. Но самое главное, знаете, что? А что вы показываете? Вот вы показываете, знаете, вот, ну, половину объекта. Знаете, есть такая поговорка, дураку полуработы не показывают. Вот вы показываете, у вас полобъекта-база, полобъекта-финиш, у вас там все пропалюсошено, все классно, все здорово. Вы на одной стеночке при дневном свете, допустим, показались, фонариком посветили, может быть, даже ночью, может быть, не посветили и сказали, видите, все классно. или даже показали покрашенный объект но на что вы акцентируете свое внимание как вы объясняете человеку что это качественно как как это делаю я я ему могу подвести на стенд показать вот светотени у вас будет вот такой свет я это вижу по проекту вас то будет выглядеть вот так поэтому вам нужно вот такое качество я подвожу к следующему стенду да у меня все наглядно я согласен кто мешает сделать то же самое дальше я показываю тип финишного покрытия шагрень такая шагрень такая шагрень такая шагрень такая все заказчик видит лучше один раз увидеть чем сто раз услышать у меня есть объективные критерии качества у меня есть кусок стены на котором видны царапины от абразива перекрытый в два слоя краски я показываю вот это качество допустимо понимаете максимальная наглядность максимальная детализация и все это фиксируется в договоре понимаете не какие-то там абстрактный я всегда так делал а здесь конкретика четкая конкретика которая позволяет мне максимально точно максимально наглядно заказчику объяснить и показать что я буду делать если у меня нет шоурума я это сделаю на одной стене просто я покажу это все в разрезе на одной стене или там не в разрезе просто покажу какое качество я могу выдать и сколько это будет стоить это на это надо будет два-три дня идем дальше мастер если я скажем так дизайнер да для чего мне нужна эта матрица качества многие дизайнеры говорят что они вообще не имеют не нужно это все не нужны технические подробности это все ерунда которая блин просто вот грузит мозг они больше про творчество не согласен в руках дизайнера бюджет и стоимость работ очень сильно разнится зависимости от качества поверхности у меня работали займут месяц или они займут полгода условно говоря да и это будет бюджет x6 до было 1000 стала 6 8 9 10 и так далее там принципе как бы геометрическая прогрессия может быть и опять же если мы этого не понимаем рисуем объект приходят люди и говорят да конечно мы сделаем делают а потом приходим мы нас вызывают на объект допустим не часто по таким объектам катать говорят а можно как-то поправить ну чаще всего очень дорого и очень тяжело да лучше бы изначально взяли как бы сделали по-нормальному и это было бы дешевле то есть нужно понимать вообще сколько это будет стоить и какие люди смогут это сделать поэтому дизайнер в этом на мой взгляд должен разбираться потому что это напрямую влияет на бюджет заказчик до который дизайнер выставляет заказчику что это будет там условно говоря сделать там 3 миллиона или 6 миллионов и большие разницы просто поменяв свет на объекте очень сильно можно уменьшить смету по малярным работам подготовки я производитель материалов что мне дает эта матрица это матрица мне дает просто понимание какой продукт под какую задачу выпускать вот базовые продукты они закрывают вопросы по светотеням вот финишные продукты которые закрывают вопрос по подготовке поверхности легко шлифуем плохо шлифуем и размокает после грунтования не размыкает после грунтования база быстро сохнет не быстро сохнет это все очень важные вопросы которые позволяют мастеру четко и быстро выполнять свою работу то есть на примере этой матрицы если научиться и пользоваться можно закрывать большое количество вопросов связанные с позиционированием продуктов шпаклевок базовых финиш гипсовых цементных и так далее так далее так далее то есть по сути это логическое четкое увязанное между собой да вот эта вся вот система дальше мне как руководителю школы маляров эта матрица позволяет создавать четкие понятные логические системы по обучению то есть человек приходя ко мне понимает я ему показывают наглядно раз два три 4 5 6 года не в операции делаю вот так будет вот это качество вот они операции делаю вот так это будет вот это то есть я могу научить по этой матрице любому варианту из перечисленных 60 16 то есть человек понимает что я мог он может сделать вот так он может сделать вот так вот так вот так не важно я ему показывала алгоритмы никакой магии никакой там поставленной руки и так далее все очень просто все очень наглядно все очень верно сказал даже элементарно понимаете то есть грубо говоря для тех кто открывает учебный малярный центр эта система позволяет показать чему эти люди учат вот мы частности учим всем вот этим вариантом подготовки то есть для себя ты выбираешь любой мы показываем объясняем плюс мы еще учим работать с разными материалами да то есть показываем плюсы минусы того или иного способа производства работ давайте допустим ранее мы показали там механизацию экспресс финиш который делается в течение одного дня 6 подходов к стене включили уже это в свой курс по механизации видео да можно посмотреть там это все элементарная вещь 90 процентов объектов можно закрывать этим способом это действительно быстро удобно для механизации плюс мы туда включили блок по модификации материал который позволяет вам приспособить материал к механизированным способом производства работ то есть вот пять ролей до условно которые вот пять ролей через призму которых мы посмотрели на вот эту матрицу качества сейчас в текущем разрезе на рынке есть разные подходы производству работ но по сути ключевым остается всегда одно и то же заказчик хочет понимать что он получит на выходе понимаете всегда хочет максимально понимать за что он будет платить деньги и эта система позволяет ему это объяснить вкратце вот так теперь давайте вернемся к вопросам с которых мы начали и так мне это не нужно я хорошо делаю это и и так у меня все хорошо окей не вопрос то есть обычно эта позиция мастера который нашел свой универсальный способ производства работ у него все получается заказчики обычно передают его из рук в руки и это определенный как бы тип такой сарафанки где заказчики приходя к друг другу видят это качество и в принципе передают мастером дальше до из рук в руки обычная сарафанная история в чем минус этой истории минус том что при изменении рецептуры материалов начинается с боя при смене да вот эта ниточка обрывается сарафанки там допустим в последние два года прошло очень много изменений на рынке многие цепочки разорвались и человек попадает в новую среду с новыми требованиями с новыми подходами качеству там и так далее или там дизайнер с которым вы долго работали она так говорит слушать будем работать вот так у меня будет много света в интерьере и прочее все меняется и нужны новые подходы и этот подход перестает работать это первый момент второй момент есть история про то что рано или поздно любой мастер осознает что у него силы заканчиваются ему нужно кого-то учить себе на смену сына брата свата кума пионер вожатого неважно и что он будет передавать свой уникальный опыт который он даже сам порой не понимает как он это делает то есть я видел очень много историй когда мастера просто горят окей я делал у меня все классно проходит время у них сидеют волосы они пытаются передать это кому-то а человек не понимает как это делается вообще не понимает чувствуете было такое в нашем случае четко операционная работа все понятно все классные те мастера которых нам приходят нам приходят люди и с 20-летним опытом и 25-летним опытом они отмечают самое главное все понятно все прозрачно и этому можно научить другого человека то есть я сам умею это хорошо но помимо этого теперь я могу еще и научить другому понимаете другого человека а это значит что уже не я один работаю а я это могу мультиплицировать понимаете я могу размножиться что называется я могу расти как бригада как компании так далее надеюсь что по первому вопросу в принципе я смог максимально может быть образом наглядно до донести вот эту картинку у меня нет задачи навязать вам какую-то историю до свою хотя как человек который является руководителем проекта школа маляров у меня есть задача поделиться до каким-то опытом каким-то знанием примите его вы или не примите это ваша история и соответственно есть задача чтобы те люди которым это надо смогли прийти к нам получить эту информацию или видео в формате видеокурсов или формате живых обучений и так далее но у меня нет задачи до вас как-то переубедить ваших скажем так изысканиях ваших убеждениях и прочее моя задача просто максимально аргументировать то о чем я говорю второй вопрос заказчик не будет в этом разбираться и вообще это слишком дорого люди которые пишут это они обычно не досматривают видео до конца не понимают вообще о чем была эта история да и не примет вот эту дифференциацию а заказчику и нужно в этом разбираться господа есть заказчики которые хотят разобраться их определенное количество на рынке и они в принципе действительно изучают youtube там instagram следят за блогерами там следят за мастерами и разбираются в теме такие люди разберутся такие люди у меня есть на канале которые задают вопросы пытаться разобраться пытаться понять как вообще должны выглядеть малярные работы и прочим большинство мастеровку но большинство заказчиков как вы правильно заметили это не нужно но это нужно вам для того чтобы заказчику объяснить почему ваши работы стоят ровно вот столько а вот у того парня они стоят вот столько знаете буквально вчера видел ролик в дзене где парень просто накатывают шпаклевку валиком разглаживает ее шпателем механизированным и говорит все а вот эти язычки которые шпателя остались мы просто потом подшкурим и все и такие вещи когда заказчик видит понимаете его его понимание малярной работы это вот это все и за что там платить да и зачем там принципе делать как бы какие-то сложные операции так вот история в том что я задал этому мастеру вопрос я говорю а как ты определяешь что это все чем ты аргументируешь это заказчику ну естественно там пока тишина ответов нет но представьте что вы тоже вот ну грубо говоря взяли и сделали все потом приходит электрик вешает брашечку на стену зажигает свет и оказывается что далеко не все шпаклевка провалилась в дырке до шпаклевка села вы там чет сверху пошкурили у вас там ямы перепады и прочее обычная картинка с обычного объекта которые там 90 процентов москвы так делается хотя москва это очень страшный рынок нужно все-таки выполнять свою работу под задачу да а многие маляры делают не под задачу а многие маляры делают просто определенный суповой набор и типа все еще раз повторюсь в определении многих маляров малярка это два слоя ларки плюс сеточка холст и два слоя финиша шкурим . зачем ты это делаешь еще непонятно под какую задачу возвращаясь моему опыту декора я многие стены браковал не по поверхности а по светотеням вот эти бугры не дают создать мне рисунок даже на фактуре потому что тот же травертин однослойный когда я накатываю и потом приглаживаю он на этих шишках слизывается у меня вот такие пятаки у меня залысины на которых вообще фактура не видна то есть вопрос не в поверхности без царапин без каких-то там еще историй а просто вот эти бугры не дают сформировать классный рисунок на декоре например под задачу работа под задачу если человек не понимает что он делает он подготовку скорее всего нестандартной ситуации выполнить не сможет или он будете делать просто там запасом или вообще не сделать то есть заказчику не нужно в этом разбираться но нужно разбираться мастеру чтобы объяснить что он делает почему и почему у работы стоят столько потому что мы сну заказчики они с повышением стоимости работ все больше и больше в это вникает и просто задают вопрос также есть такой подтекст что это слишком сложно вот честно честно для меня слишком сложно это когда происходит выполнение работы сдача объекта в режиме знаете вот ну смотри вот здесь вот так но здесь вот так здесь пойдет здесь не пойдет то есть люди изначально не договариваются о качестве люди изначально не договариваются нормально о том что они хотят увидеть в конце и потом в конце начинается вот это вот докруживание 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 знаете такие допы появляются ну слушай ну вот это будет стоит других денег тогда вот это сложно а просто это когда я обозначаю что мы делаем сколько это будет по времени сколько это будет по деньгам какие критерии оценки поверхности я укладываюсь в эти параметры в эти сроки и выдаю гарантированный результат вот это просто просто сделать малярку с первого раза и не возвращаться что я вижу на большинстве объектов на которых мы допустим бываем там и прочее сейчас мы допустим делаем коммерцию до два этажа и у нас ниже работают еще два этажа другие ребята они очень быстро делают малярку очень быстро но я уже вижу проблемы у них будут трещины у них все стыки вскроются на гипсокартоне у них будет неоднородная поверхность на декоре естественно после покраски не будет куча дефектов они это сдадут но как они это сдадут с них срежут 30 процентов скорее всего от сметы потом вызовут людей которые там за небольшие деньги там за 30 процентов от оставшихся 30 процентов что там подмажут подделывают и кого как знаете к это тушкой просто этот объект вытащат и типа сдадут вот и все вот так это работает а мы заходим мы сразу рассказываем что мы делаем как мы делаем какие мы гарантии даем и так далее так далее так далее выглядит это более занудно более долго но по факту это быстрее потому что скорее всего мы выйдем быстрее чем эти ребята которые будут еще подмазывать перешпаклевывать подкрашивать и так далее а мы просто сделаем и выйдем понимаете да поэтому сложно и дорого это не всегда про вот это вот так следующий вопрос он был про то что каждый сам должен пройти свой путь разобраться в этом и так далее так далее так далее в принципе интересная история интересная гипотеза в основном ее высказывают мастера которые встали на свой путь несколько лет назад 5 6 7 10 и так далее разобрались в этой теме в принципе хорошо себя чувствует вот и они честно говоря не заинтересованы просто не заинтересованы в том чтобы появились еще мастера на рынке которые четко и системно работают которые не зависят от мнения старшего вот это вот кавычках поколения и которые собственно говоря составляет конкуренцию и так если вот положа руку на сердце положа вот так честно говоря да за что меня многие не любят это за то что я вношу какую-то ясность вношу какие-то критерии системность какие-то параметры оценки благодаря которым появляются вопросы к мастерам да у заказчика например появляется вопросы к мастерам а вот вы делаете вот так а вы сможете мне обеспечить необходимое качество понимаете и вот именно люди такого типа до которые вот они как бы не уверены в том что получится или в принципе у них есть другой сценарий проведения работ и они в принципе не готовы вот так вот заморачиваться они готовы потому что они может быть не умеют не хотят там или не могут обосновать цену и так далее и вот в основном комментарии вот такого рода происходят от них если мы берем другой тип людей которые допустим молодые ребята заходят на рынок они просто хотят разобраться в этом всем они приходят к нам частности до берут всю эту систему забирают из этой системы то что им нужно задают нам вопросы в том же там в той же техподдержки да и выстраивать свою систему работ в которой они профессионально способны объяснить показать рассказать сделать сдать заработать денег вот понимаете да чем история и есть допустим история такая что мастера мне пишут о том что я делаю вот так работа индивидуально каждый делает по-своему ребята я вас очень сильно расстрою но подготовка поверхности это очень простая вещь то что вы делаете вот так скорее всего человек который системно понимает малярной работы сможет повторить в декоре в декоре когда сложные идут истории фактура плюс тонировка там еще что то там еще можно говорить о руке мастера но когда ты делаешь холст просто подготовку поверхности говорить о том что есть какая-то рука мастера ну честно говоря я не понимаю о чем речь это просто гладкая поверхность с определенными там присутствием с этой тени отсутствием с этой тени с присутствием дефектов отсутствием дефектов и все там нет ничего такого что требует руки мастера чаще всего люди которые так говорят повторюсь они относятся к той категории мастеров которые выработали какой-то свой регламент это вот ответ на первый вопрос выработали свой какой-то первый реглан свой определенный регламент привыкли к нему делают вот так и заказчика всегда ориентируют на этот результат зачастую даже не понимая до конца что и как они делают и почему именно так получается ну это так коллеги это так потому что допустим я как человек который в принципе может разобрать пересобрать многие системы то есть ну я смотрю на работу многих людей быть на свою когда я работал в компании канал продукт менеджером в моем скажем так вели не было 14 регионов начиная от ежкарлы и заканчивая дагестана 14 регионов я видел работу очень многих людей в разных регионах и как правило ну понимаете алгоритм они везде плюс-минус одинаково просто нашем случае их собрал определенную систему более того выстроил их определенной матрицы качества я понимаю как прийти к такому тому или иному качеству и этот подход этот подход позволяет мне по сути создавать компанию с едиными стандартами это то что касается направления отделки да с едиными стандартами с единой системой подготовки и у меня мастера они могут быть взаимозаменяемые на объектах человеку нужно в отпуск приходит другой человек и заканчивает работу за перо понимаете это просто практически удобно наглядно системно поддается расчету поддается прогнозирование вот и все да у вас есть какая-то своя уникальная система да у вас все получается сможет ли вас кто-нибудь замениться время можете ли мы у кому-то перепоручить свою работу вряд ли вряд ли вы незаменимый вы скорее всего работаете без отпусков вы работаете 24 на 7 если вам это нравится мне это не нравится тем людям которые приходят к нам учиться это тоже не нравится то есть они хотят более универсальной системы более понятной более системной более прогнозируем как то так друзья это то что касается нашего понимания матрицы качества как мы этим пользуемся на этом видео свою историю про матрицу качества поверхности мы заканчиваем в следующих видео мы начнем разбирать такую историю как прием к основанию да у нас есть плейлист где мы принимали штукатурку разбирали все сложности и прочее какие-то вещи мы из этих плейлистов возьмем объясним по-новому да потому что накопилось огромное количество комментариев почему вы столько там делаете операции они нужны не нужны и так далее добавим кое-что еще и по этапам следующих видео мы расскажем о том как принимать основания штукатурка гипсокартон с точки зрения производства малярных работ почему мы будем говорить следующих видео о приемке оснований предыдущие три года работы опыт скажем так анализа вопросов в техподдержке говорит о том что первый блок теория видеокурсе или последний блок в интенсиве где мы всегда разбираем оценку основания игнорируется начисто в итоге человек приходит и говорит у меня трещина чем это может быть связано мы мы говорим друг покажи нам фотографии основания он показывает а там неправильно собранный гипсокартон или не проведены необходимой операции со штукатуркой и так далее и так далее и так далее к сожалению на нашем рынке грамотных прорабов понимающих технологию производства штукатурных работ монтаж гипсокартона и так далее их очень мало это просто дикая редкая встретить грамотного специалиста опытного с 25 летним стажем тьма грамотного который знает как собирается гипсокартон бляха муха проще я не знаю мамонта в лесу встретить я отвечаю так вот если вы хотите зарабатывать деньги вам нужно понимать по какому основанию можно работать по какому основанию работа категорически нельзя потому что у вас будет проблем и поэтому какую-то определенную часть видео следующих мы посвятим именно разбору того как принимается штукатурка какие могут быть сложности если вы что-то там пропустили как принимается гипсокартон с какими проблемами это может быть связано и так далее и так далее и так далее а после этого поговорим уже дальше собственно говоря о малярных работах потому что ну они идут после кому не терпится узнать больше о малярных работах вы можете прямо сейчас переходить наш сайт смотреть наши курсы и так далее детальной вот прям детальный детального разбора технических вопросов которые мы разбираем наших курсах на этом youtube канале не будет следующий наш видео это тоже не будет здесь мы будем разбираться с приемкой с тем как должны быть выстроены работы с оценкой поверхности до качества поверхности и так далее с материалами с оборудованием с инструментом и так далее но прям детализации по вопросам производства работ они у нас уже есть в курсе и это десятки часов от снятого материала как ручным способом так и механизирован способом вот как то так друзья на этом сегодняшнее видео все не забывайте что у нас есть телеграм-канал у нас есть сайт на котором есть расписание наших мероприятий наших учебных мероприятий и так далее и в принципе вы можете связаться с нами написав на сайте через бизнес ватсап через телеграм и так далее так вот сергей конечно вопрос к разговору о том что передавать опыт людям другим напомните как со мной это было потому что был это вам не просто на самом деле вот не просто это мягко говоря вообще а что не так то все не так делал нас команде есть человек зовут его генсанч фильма у нас вообще в данном мин старшотехнический специалист школы маляров он проверяет экзамены он ведет образовательные какие-то мероприятия шпаклевку и так далее и так далее задает много вопросов нет и вот и вот такая просто мега функция этот человек вопрос все время когда мы только начинали работать от нас какой был год 19 но вот пять лет назад пять лет в этом году будет до 19 год он пришел к нам в компании это был просто вот на каждое действие флифовка а вот это вот так нужно делать а вот это вот так нужно делать а если сделаю вот так то это правильно будет или там какие будут последствия так далее так далее в первый год это были наверное тысячи вопросов которые просто ломали мне мозг потому что вот знаете с такой слов очевидно вот она с тех пор дай мне сейчас самое нелюбимое слово это же очевидно жене и вот многие кстати руководители они это же очевидно до мастера это же очевидно сколько мы это слышим объектах это постоянно и чему мы пришли благодаря этим вопросам терпению меня конечно вообще английская мы пришли к тому что отвечая на эти вопросы во многом я переформулировал те или иные постулаты и я прям сейчас объясняю многие вещи настолько детально благодаря жене вот благодаря этому человеку многие вещи они просто знать вот вынуждая меня эти вещи раскрывать он настолько систематизировал подход что сейчас я не знаю ты чемпион по вопросам я как бы я не знаю кто мой кто может тебя переплюнуть ну-ка не были люди да были парочка да 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 мы настолько вообще вылизали систему что просто во первых он да как бы отвечая на какие-то вопросы вот техничку что что я у нас фактически не закрытых тем не осталось вот вот просто любой вопрос а почему вот вот почему валиком надо делать только вот так а вот вниз никак нельзя или почему блоком нужно работать вот так а вот по-другому нет смысла да и так далее так далее будет настолько детализация была блин это было непросто это длилось два года я леча это было два года это вообще просто мозг мне чуть не сломала при этом то я понимал что без этих вот вопросов никак нельзя потому что приходи в компанию ты понимаю что тебе нужно дать результат который не нужен нужен не тебе конкретно как ты себе представляешь как наёмный сотрудник особенно если у тебя недостаточно опыта а я же был таким мне нужно дать результат который нужен моему руководству и я собственно говоря пытался каким-то образом вытащить максимально максимум короче информации для того чтобы сделать то что нужно именно приходя на объекты понимаешь что люди порой делают просто то что нужно им короче у нас был прецедент ну как обычно это бывает постановка задача на объекте шлифуй обеспыливая грунту шлифовка обеспыливания более-менее разобранный этап грунтовка женя подходит и делает ну как бы ему не объяснили как то все делать и он просто делает отводку периметров сначала валиком а потом делает грунтовку снова объем я прихожу на объем вижу потеки такой знаете просто ну так как обрамление по верхнему по верхней части почему потому что грунт сорвался потек тут же впитался и все его рассказать невозможно обычная история поэтому сначала грунтуется основной объемы только потом подкатывается периметр тогда затеков нет их можно растушевать и остаю говорю ну твою мать же ну это же очевидно понимать это же очевидно и он говорит ну как очевидно то есть везде все красят сначала периметр а потом основной объем оттуда же мы это и берем грунтовку же также берем все сначала углы потом основной объем и происходят эти затеки без бокового света естественно это не видно ну понятно да те кто это делает они пользуют боковой свет они работают по цвету солнышко из окна особенно в москве особенно с коротким цветовым днем и так далее все понятно и вот такие моменты они заставляли нас объяснять вот прям вот вот детализировать у нас сейчас есть такая штука экзамен теоретический экзамен в конце видео курса сколько его за людей 27 заявок из них человек 20 только сдали на 27 заявок 20 человек сдали представляете из там грубо говоря нескольких сотен людей которые курс приобрели там треть дошла из этой третье треть они 3 господи 10 процентов 10 процентов вышли на экзамен а там фишка этого экзамена в том что нужно написать так чтобы было понятно дилетанту то есть максимально подробно поставить задачу то есть объяснить процесс то есть этот экзамен у нас он для того чтобы человек фактически вышел с уровня мастера на уровень прораба в чем разница между иметь и людьми слушаем вообще поехали в другую сторону это классно в чем разница между меня этими людьми мастер он имеет дело со стеной он просто видит стену он подходит к ней делает поверхность он забыл чего у него за спиной сзади он забыл что у него есть другие помещения он работает над объектом кто такой прораб прораб утра в голове сроки деньги график производства работ и фишка в том что нужно сначала объект сделать голове и только потом его делать на стене и мы заметили такую историю даже нашей команде что люди которые сдали экзамен теоретически они в принципе зарабатывают будучи даже там командует объектами рулит объекты даже более чем менее опытными и более там там им имение там старшим это по возрасту даты в разрыв может возрасте быть там 10 лет они рулят объектами рулят этими людьми более старшими по возрасту они сдали экзамен то есть они в голове простроили вот этот маршрут и только потом приступили к работам а люди которые не сдали экзамен и до сих пор пытаются сдать они хорошие практики но они не умеют видеть вперед они умеют строить графики они не предвидят результаты своей работы и они без внешнего руководства не могут работать на объекте они не могут построить свою работу в график в срок в деньги понимаете вот такой классный экзамен и 27 заявок 20 человек сдали золотой фон по сути вот и люди которые сдали этот экзамен и она как не даже видео на на запилим с людьми у нас вот недавно приходил один человек который сдал замен он сказал такую вещь сдачи экзамена ставит последнюю точку вашем обучении полностью меняется мировоззрение человека взгляд на учебный курс после того как он сдал то теоретически экзамен вот такая вот штука интересная вот сейчас у нас с помощью экзамена прям идет очень классно такая сортировка людей да прям видно у нас даже собеседование проходит через это человек приходит мему гриф окей сдавай все смотри курс там давай за экзамен и все и сразу видно отношение к работе все вообще классно видно вообще как человек потому как человек подходит как за одну как он его сдаёт вообще понятен психотип и понятно вообще как человек будет работать такая штука так что благодаря вот этим вот тысячам вопросов классную систему получилось собрать еще не все задал еще задам да вопрос еще буду даже да конечно куда без все огонь на этом все точно